МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Ярослав. Так вот чем же не устраивалась старая схема? Старая схема практически не отличается от нынешней. Фактически сейчас просто изменились немножко цены. Чуть дороже стало для малоопытных водителей и стало дешевле для опытных водителей. Но фактически эта ситуация напоминает, как история с грохоткой яиц на 9 яиц стала. Вместо 10-ти. Появилась в одной торговой сети такая упаковка такого формата. Одно агентство написало эту статью, и все. И вся страна говорит о 9 яицах, о новой купюре в 9 рублей, и все такое. Ну вот точно так же и в страховании. Ну, ни один автолюбитель вот в целом, ну, я не считаю, что вот прям почувствовал вот это изменение. Поскольку сейчас изменение больше автолюбитель чувствует при покупке, при заправке автомобиля. Там намного существеннее. Тарифы меняются, и они еженедельно. В страховании, ну, незначительное. 4%. Ну, разве это повышение? Ну, а в чем же тогда суть этой реформы? Суть. Страховые компании, которых раньше также журналисты обвиняли в ценовом сговоре, в том, что они договорились, не хотят продавать за дешево полисы. Сейчас законодательно им разрешено делать свою базовую ставку от минимальной до максимальной. И вот этот диапазон 20% вправо и влево. То есть более гибкая такая система стала. Да. И, соответственно, в каждом регионе страховая компания делает свою базовую ставку. Вот я сейчас только что готовился в программе, посчитал. В трех компаниях стала максимальная ставка 4 900. У одной компании 3 900. Даже 1000 рублей в базовой ставке – это уже, так скажем, борьба за клиента. Хорошо. А вот кто будет платить больше и кому выгодна вот эта новая система расчета? В первую очередь в этой системе расчета страховая компания зарабатывает, естественно. Для клиента мы видим из новых ставок то, что если у тебя хороший стаж, у тебя максимальная скидка, уже некуда ее снижать от 50%, то еще на 4% ты получишь дополнительную скидку. Но в то же время, если ты молодой водитель, если ты по возрасту и по стажу, то тогда, соответственно, коэффициент подрастает. И еще выросло единственное для физических лиц – это страхование без ограничения на 7%. Было 1,8, стало 1,87 коэффициент. Вот, собственно, и все. И опять же, повторяю, что это только для физлиц. Для юрлиц эти изменения не коснулись, потому что там проблем никогда не было. Но мы все знаем, проблемы были из-за того, что используется закон о защите прав потребителей некоторыми так называемыми псевдо-юристами. По-прежнему все это процветает в Челябинской области. Торговля номерами пострадавших, тоже так называемым псевдо-юристам, которые предлагают различными способами якобы отжать у компании больше, чем она фактически выплатит. Но это совершенно не так. И в такой ситуации… А откуда же взялись тогда вот эти 40%, что будет повышение на 40%? Это сложили. Минус 20, плюс 20. То есть тарифный коридор был 3432 до 4118 рублей. Это базовая ставка, которые уже коэффициенты прибавлялись. Теперь сделали тарифный коридор 2746 для регионов, в которых маленькая убыточность. Допустим, плотность населения небольшая. И, допустим, некоторые закавказские регионы, там всегда базовая ставка была ниже. И максимальная ставка 4942. Вот в Челябинской области большинство компаний склоняется к максимальной ставке, либо к базовой, которая до этого была, 4118. А как будет влиять мощность автомобиля на стоимость? Ничего не изменилось. Коэффициент этот тот же все сохранился. Для категории транспортных средств, которые относятся к мотоциклам, наоборот, даже на 10% упало. А я поняла, что сейчас мощность не так будет сильно учитываться. То есть получается, что раньше, если чем больше лошадиных сил, то тем больше платил владелец этого автомобиля. Это было только предложение изменить тариф. Но ничего не изменилось. Изменился лишь тарифный коридор и коэффициенты, которые связаны с возрастом и стажем. Мощность пока не... Вот, которое постановление было 29 декабря, Центробанк выпустил. Вот оно, кстати. Там об этом не говорится. В дальнейшем мы ожидаем, что это будет влиять. Потому что некоторые эксперты говорят, что нет связи. Но я считаю, что все-таки есть связь. Или представьте, Матис, который меньше тонны, или Джип, который 3,5 тонны весит и может совершенно другие нанести повреждения другому участнику дорожного движения. Соответственно, у него должна быть... И, во-первых, и автомобиль. Но это, так скажем, как... Ну, везде должна селекция. Если автомобиль недорогой, ну и за него платить надо во всем немного. А если дорогой, ты можешь себе позволить и платить хорошую... Но, тем не менее, большую часть все-таки составляет ответственность за стаж водителя. Насколько он профессиональный. И в том числе за то, насколько он ездит безаварийно. Вот здесь вот будут какие-то поощрения? Да, я подготовил тоже таблицу. То есть сейчас, так скажем, золотая середина, это начиная от 35 лет, возраст из стажа от 3 лет. Тогда вот это такая золотая середина. Все, что старше, старше 35 лет, будет дешевле для водителя. И стаж, если у них будет также увеличиваться больше 4 лет, то это будет удешевление вплоть до коэффициента 0,97. Понятно. А до 3 лет... Прошу прощения, 0,93 даже. А вот начинающие водители, которые только что закончили курсы... Начинающие водители... Или получили права. Да. Они получили коэффициент, повышающий 1,87. То есть было 1,8, сейчас 1,87. Тоже незначительный. В принципе, не так. 4%, да. Если в цифрах это 7 долей, ну вот 4% увеличение. Ну, прям смешные цифры. Я говорю, что по стоимости топлива, если сравнить абсолютную величину топлива, мы покупаем раз в неделю, два раза в неделю. Это совершенно другие цифры. Так что я считаю незаметно. Мое вообще мнение, что нужно все-таки подойти более вариативно и предложить автомобилистам возможность покупать как недорогой, как вот эту базовую стоимость полиса, так и расширять свою ответственность до миллиона. Поскольку мы со временем придем к тому, что ведь помимо того, что мы страхуем железо, мы еще и страхуем человеческую жизнь в этом полисе ОСАГО. И вот все больше и больше выплаты доходят до европейских норм. А будет ли учитываться все-таки территориальный принцип? То есть есть депрессивные регионы по страховке, и есть благополучные регионы по страховке. Вот как здесь? Вот этот коэффициент. Коэффициенты не изменились. По-прежнему Челябинская область и Мурманская область это рекордсмены. Именно из-за статистики ДТП. Ближайшие соседи Свердловской области, если у них коэффициент в Екатеринбурге 1,8, то в Челябинской области, в городе Челябинск 2,1 коэффициент. Поэтому здесь никаких постановлений новых не было, ничего не менялось. Я так понимаю, что все-таки вот эта реформа будет идти в два этапа. То есть вот сейчас у нас какие правила действуют, и что потом изменится? Вторая часть этой реформы, она будет, произойдет 1 апреля. Когда 1 апреля, это так называемый судный день будет. Все автолюбители, физлица и юридические лица получат определенный свой КБМ. Коэффициент бонус-малус, коэффициент за убыточность. Он поощряет водителя водить аккуратно. Если ты неаккуратно водишь, то у тебя коэффициент максимальный 145%. Он по-прежнему такой существовал и существует. Если раньше была путаница, в один водитель был вписан нескольких полюсов в разных автомобилях. По какому-то полюсу происходила выплата, по нему был коэффициент повышался. И водитель при обращении, продлении своего полюса с ОСАГО, он получал не тот коэффициент, который у него был ранее. Поскольку он был включен в полюс другой машины, с которой произошло ДТП. Теперь 1 апреля у каждого водителя будет браться максимальный коэффициент бонус-малус. И он будет присваиваться на весь год. И каждый год 1 апреля будет пересматриваться повышающий или понижающий коэффициент. Также для юрлиц особенность в том, что теперь будет усредненный коэффициент. Вот ИНН берется юрлица, а у него много автомобилей. Вот каждая машина по-своему ездит. То есть будет единый. Да, единый на юрлицо. Вот особенность какая. Хорошо. А вот насколько страховщикам будет проще работать и будет ли решена проблема поддельных полюсов? Сейчас уже этот вопрос решен, я считаю, максимально полностью. По причине чего? Потому что они легко очень проверяются. Все-таки база заработала единая. Ну и очень легко таких поддельщиков выявлять. То есть ты приходишь, даешь, допустим, их для чего брали? Для регистрационных действий. Потому что надо было на один день полюс, такой не было возможности оформлять на один день. Ну, либо маршрутчики, таксисты, где высокий тариф, и никто не хотел их брать в связи с высокой убыточностью. Вот. Они такие покупали. Но когда ты предъявляешь инспектору, да, у тебя, соответственно, ты предъявляешь же и с документами. То есть идентифицировать такого поддельщика очень легко. Ну, соответственно, дальше уже за оперативные действия. Поэтому никто не хочет и покупать их, да, и никто не хочет связываться. Ну и последнее. Вот есть ли уже те, кто по новым правилам получили страховку, и что они говорят об этом? У меня клиенты 13 рублей вот сэкономили до снижения тарифа. Довольны. То есть один день всего разница была на 13 рублей дешевле. В целом, я могу так сказать, что большинство автовладельцев, они вот даже не помнят, сколько стоил у них полюс. Вот они поэтому говорят, ну, какая цена, называешь, да, все привыкли. Почему? Потому что вот была путаница с коэффициентами бонус-малус. И в прошлом году тоже несколько компаний в Челябинске, они базовую ставку делали ниже, чем была у других на рынке. И уже тогда были расхождения. То есть в один год водитель купил полюс дороже, второй год дешевле. Хотя у него уже все скидки и так накоплены. Сейчас он еще на 4% дешевле получит. Спасибо за ваши ответы. Напоминаю об изменениях на рынке автострахования. Мы говорили с руководителем агентства страховых услуг Ярославом Королевым. С вами была Марина Кленова и программа «Есть вопросы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова